Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю серию видеороликов на тему подкормка рассады томатов. Задаваясь вопросом, чем подкормить рассаду томатов, чтобы она была толстенькая, крепенькая, вот необходимо учитывать все, что я говорила в предыдущих двух видеороликах, а именно, если вы сеете свои семена, выращиваете рассаду в своем питательном, подготовленном, по проверенному рецепту грунте, то никакая подкормка вашей рассаде не нужна. Если вы посмотрите, они зеленые, здоровые, крепкие, не трогайте ее до высадки в грунт. Это первое. Второе, что если даже внешний вид вашей рассады вас не устраивает чем-то, ну вот кажется, она вам хилая, проверьте сначала условия содержания. Возможно, и желтеют листья, и тонкая она, и светлая, не от того, что она голодает, а от того, что, например, ей мало света, или часто вы ее поливаете, или еще. Все-все это я в предыдущих видеороликах рассказывала. В первом видеоролике я освещала тему, в каких случаях подкормка не нужна вообще, как они могут вырасти без нее. Во втором видеоролике, как по симптомам узнать, чего не хватает рассаде. Если вы все это посмотрели, все это учли, и все-таки состояние рассады вас беспокоит, то нужно понимать, что для подкормки томатов есть несколько типов удобрения, и нужно вам выбирать, каким вы будете пользоваться. Удобрения есть и минеральные, и органические, и различные народные средства. Вот о минеральных и органических удобрениях я расскажу в этом видеоролике. Народные средства будут отдельно, не надо их смешивать. Перед тем, как рассказать о различных удобрениях, чтобы вы смогли выбрать наиболее удобное для себя, я хочу вам рассказать, как и когда лучше подкармливать рассаду, чтобы вы по неопытности случайно не сожгли ее, не испортили свою рассаду. Потому что можно, не выполняя вот эти условия подкормок, можно сгубить последние свои сеянцы даже, те, какие есть. Во-первых, первая подкормка рассадов, рассады в среднем проводятся через неделю, через 10 дней после пикировки. То есть до пикировки вообще ничего не делайте, ничем не подкармливайте рассаду. Если вытянулось, значит мало света, если желтеет, значит перелили. Обычно маленьким-маленьким сеянцам хватает всего, не нужно до пикировки. И вот после пикировки, неделю она у меня стояла, вот хорошо она выглядит, она маленькая, ей нужен минимальный запас всяких веществ витательных, их хватает в грунте, не трогайте. У помидоров к этому времени должно раскрыться несколько настоящих листьев. Вот видите, уже несколько настоящих листьев у нас есть. Значит, в это время мы можем подкормить, если нужно только, свою рассаду. В этот момент лучше всего использовать комплексное удобрение, которое содержит основные элементы примерно в равных дозах. Ну комплексное, я потом дальше расскажу подробнее. Это значит там азот, кальций, 3 обычно, 3, 4, 2. В дальнейшем, если нет очевидных признаков голодания, о которых я говорила, вот там или фиолетовые у вас листья, или начинают скручиваться, желтеть, вот которые я рассматривала раньше, подкармливать лучше всего понемногу, но чаще. Например, один раз в неделю поливать. Но поливать как? Вот у нас рекомендованная доза всегда написана на инструкции к препарату. Берем половину дозы от инструкции любого комплексного удобрения. Запомните, что маленькая рассада. Используйте все это по инструкции, но в 2 раза меньше. Иначе вы можете навредить. Такой половинной подкормкой вы точно не навредите. А томаты все-таки получат все необходимое. Я уже говорила, но что им нужно? Им нужно там миллиграммы, там сотые, тысячные миллиграмма. Не нужно их перекармливать. Необходимо понимать, что подкармливать рассаду можно только по влажной земле. Во избежание ожогов корневой системы. Никогда не поливайте, не делайте корневую подкормку, если у вас сухой грунт. Поэтому в день подкормки томаты необходимо полить за несколько часов до процедуры. Но если почва влажная, вот такая, например, вот видите, вот такая влажная почва. Сейчас я вам покажу. Вот я в воскресенье поливала, и она еще влажная. Вот по такой влажной почве можно полить. Но если они, например, неделю без полива, и вы перед тем, как полить, решите подкормить, этого делать ни в коем случае нельзя. Идеальными и для полива, и для подкормки рассады являются утренние часы. Особенно весной. Потому что весной солнце может прижечь очень хорошо. И вот чтобы в солнечные дни не получить ожога от капель на листьях, вот когда мы, даже когда мы опрыскиваем, я вот сейчас опрыснула, вот эти мельчайшие капельки, они выступают в качестве лупы. Поставить на солнечный подоконник все, листики могут обжечься. Тут будут такие желтые пятна. Потом будете думать, что они болеют. Ну а в пасмурные дни, тоже полив утром, почему рекомендуется, что до наступления прохладной ночной температуры они успеют впитать эту влагу, все у них высохнет, обсохнет. Вот таким образом, если вы будете совмещать те благоприятные условия, о которых я говорила, достаточный свет, редкий полив, хорошая температура, все эти условия с небольшими подкормками, если она нужна, то вы непременно получите богатый урожай. Теперь о самих удобрениях. Начну с минеральных. Минеральные удобрения, это вот те фабричные удобрения, они бывают одно, двух, трехкомпонентными, комплексными, то есть содержится азот, фосфор, калий и много, большое количество всяких микроэлементов. Вот комплексное удобрение минеральное, оно подойдет, например, для первой подкормки, когда вы не знаете, что вам нужно, там будет и азот, и фосфор, и калий. Все, половину дозы и подкармливайте. Если вы не знаете, чем подкормить рассаду, но обязательно хотите это сделать, ну по каким-то причинам, то лучше всего вот использовать эти комплексы, в них есть все, вам не надо задумываться, если вы начинающий, не надо там вымерять дополнительные какие-то, например, маленько этого, маленько этого, там все собрано. Но даже комплексные удобрения, это бывает разное, они бывают трех видов. В жидких, в гранулах и в порошках водорастворимых. Конечно, жидкие удобрения для начинающих, самые удобные в использовании. Их там несколько миллилитров налил на литр воды, все, можно опрыскивать, можно под корень обрабатывать. Но они, конечно, самые дорогие из всех, из этого, между сухими там и гранулах. Самыми популярными, конечно, являются все эти и эффектон, агриколы, разный идеал, гуминовые. Есть вот эти комплексы, в которые входят еще вот эти гуми, всякие гуминовые на рост растений. Все это можно посмотреть в магазине, я сейчас весь ассортимент вам не буду называть, их очень-очень много. И водорастворимые гранулы можно легко развести в воде, раствор для полива используется. Самыми популярными удобрениями являются, вот какие есть, кемера, люкс, крепыш, растворин, их очень-очень много. Если вы ничего не знаете о этих удобрениях, просто приходите в магазин и говорите, дайте мне комплексное жидкое удобрение для подкормки рассады. Продавец все поймет и даст вам то, что нужно. Но при выборе конкретного удобрения вы все-таки учитывайте, что самое оптимальное соотношение основных макроэлементов в комплексном удобрении для рассады томатов должно быть примерно следующее. Азота чуть поменьше, ну четверть, 25 процентов. Аз фосфора и калия чуть побольше, потому что азотом, я еще раз говорю, есть опасность перекормить, и они начнут жировать. Так, все про комплексное я рассказала. Но если вы выясните, что рассаде не хватает, я уже рассказывала о симптомах голодания, именно какого-то определенного элемента, то можно вот найти именно то удобрение, которое даст вам именно или железо, именно или кальция, или что там нужно. Вот если вы заметили, что не хватает вам именно азота, то можно использовать раствор мочевины или аммиачной селитры. Мочевина, это карбамид, он называется, на пачке написано. Ну там вот минимальное количество, с азотом не переборщите, вот 2 грамма разводят в 5 литрах воды, и этими 5 литрами можно и полить, и опрыскать. Ваши растения приобретут такой ярко-зеленый, такой цвет, они немножко восполнятся азотом, и все будет хорошо. Вот если фосфора, например, вы определили, решили, что не хватает, то суперфосфат, это всем ясно, там немного, 10-15 грамм, также в 5 литровую баклушу разводите, растолкете, разведете, настоится. При нехватке калия, сульфат калия, тоже минимальная дозировка, вот 5-6 грамм на 5 литровую, это вот вообще минимум. Также для восполнения фосфора и калия можно использовать древесную золу. Вот я кроме золы ничем не пользуюсь, если честно. Эти удобрения вымерять 5-10 граммов, золу сразу в грунт при посадке укладываю, никогда нет ни фосфорного, ни калийного голодания. Если сразу не уложили золу, не перемешали с грунтом, то можно 5 столовых ложек золы растворить в 5 литрах, настоять несколько суток и поливать. Так, с минеральными более-менее ясно, к органическим удобрениям у нас все знают, относятся навоз, птичий помёд, перегной, торф, биогумус, компост. Но для рассады почти ничего этого не используется. Она маленькая, ничего этого не нужно ей. Ну, разве что вот используется биогумус, он сейчас есть уже в продаже, если почва, в которую вы посеяли, сильно бедная, никаких там гуминовых нет, вот этих вот, как гумуса, то можно купить в жидком виде, по инструкции развести и полить. Он очень удобен для использования, чёрная, вот такая чёрная водичка. Если вы хотите, чтобы эффект от подкормки был очень быстрым, практически мгновенным, то нужно сделать одновременно корневую подкормку, то есть полить, и потом разбавленной напополам вот этой питательной смесью ещё опрыснуть растение, сделать опрыскивание. Тогда эффект от подкормки будет мгновенный. Сразу растения получат то, что им нужно. Они сразу возьмут и листьями, и корнями. Всё. Но ещё раз говорю, не увлекайтесь подкормками, особенно азотными. В следующем видеоролике я расскажу о народных средствах, которые можно использовать для подкормки. Но мой совет для начинающих, если вы видите, что у вас рассада хиленькая, и такая, и вы знаете, ну как, верите, что вы создаёте ей все условия, что дело именно в подкормке, покупайте жидкие гуминовые удобрения. Вот я уже показывала, сейчас покажу. Вот, например, вот жидкая, чёрная жижа. Написано. Удобрение гуминовое, жидкое. Всё. 12 питательных элементов. Разведёте, польёте, и рассада будет. Это натуральный продукт. Всё. Про удобрение мы закончили. До свидания. Желаю всем хороших посевов. И с подкормками не рискуйте. Не переусердствуйте. Увидимся. По поводу.